Москва, 26 октября. ТАСС. Обыски проходят в загородном доме Ксении Собчак в Подмосковье по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах. У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет, сказал собеседник агентства. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. В правоохранительных органах сообщили также, что в среду следователь ГСУ ГУ МВД по Москве обратится в Тверской суд Москвы с ходатайством об избрании Суханову меры пресечения. Накануне в рамках уголовного дела он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора по делу о вымогательстве. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за вымогательство написала она ранее в своем телеграм-канале. В среду утром об обысках в доме Собчак сообщил телеграм-канал 112. А вообще вы считаете, что Ксения Анатольевна это перспективный человек для кино? Ну, я считаю, она талантливый человек, безусловно. А как журналиста, как вы ее оцениваете? Как блестящего. Несколько лет назад было интервью. Как блестящего журналиста. В принципе, к людям нашего ремесла, к журналистскому, какое у вас отношение? В целом, как вы характеризуете эту страту? У меня нет какого-то отношения к профессии журналиста. У меня есть отношение к конкретным людям, которые крутые в том, что они делают. Это очень сложное дело, как бы детективное, или оно в разных сферах существует. Есть журналистика детективного свойства, есть журналистика психологического свойства, как, например, интервью. Это сложное взаимодействие психологическое. Поэтому просто отношение к людям не по факту их профессия, и по факту того, как они в этой профессии реализуются. Скажи, кстати, к вопросу о культовых спорах. У тебя же были какие-то чудовищные разборки с Ксенией Собчак, я помню. Были, были, потом... Когда это было? Это было лет пять. Это было очень давно, да. И Ксюша, тогда еще не гнушавшаяся административным ресурсом, меня уволила с маяками. Как раз сейчас она гнушается административным ресурсом? Сейчас она же вроде как оппозиционер, как вы не слышали. Как нет, ну мы не слышали, чтобы она прекратила пользоваться административным ресурсом. Да, вот в этом парадокс, но кто-то ж верит. Мы с ней виделись спустя время, она позвала меня на свою программу. Это после уже этого скандала? После, да, после этого скандала. То есть у вас восстановлены дипломатические отношения? Я, честно, не могу сказать, что восстановлены, потому что я к каким-то вещам отношусь искренне. То есть у меня был период искренних походов с оппозиции на площади. И поэтому какие-то вещи, я считаю, нехорошими, не на всем можно зарабатывать. А так я отношусь к Ксении нейтрально. Насколько я знаю, очень многие как раз дети из семей, скажем, вашего масштаба, то есть из детям государственных мужей и государственных леди. Ну, вы все-таки руководите федеральным каналом, вы очень значимая фигура. Они голосовали за Ксению Анатольевну Собчак. А что вас удивляет? Ну, мне кажется, что все-таки она очень такая одиозная фигура с ее заявлениями про то, что дети там, маленькие гаденыши. Я понимаю, что в своем кругу кто-то может говорить, что все летающие эконом-классом – это нищеброды. Известный олигарх вообще сказал, что те, у кого нет миллиарда долларов, могут идти в то, на чем мы сидим. И сам принял участие в этом марафоне, как мы с вами знаем. Странно, при этом, смотрите, у нее 6 миллионов подписчиков в Винске, у вас там полтора под два. За счет чего такая популярность, вот, вы считаете, у Собчак? Поделю ваш вопрос, если можно, на первую часть, на вторую. То, что голосуют, ничего удивительного нет, потому что замечательно, что на этих выборах появилось разнообразие. И отчасти, наверное, Суракин для этого поколения не самый релевантный кандидат. Но в лице Ксении, безусловно, появилось разнообразие. Жаль, что Алексея Анатольевича не было. Мог бы и он проучаствовать. Я считаю, что чем больше выбор, тем интереснее и тем ярче конкурентная борьба. Да, я считаю, что тут бояться нечего, потому что, как вам сказать, чем больше что-то зажимается, тем больше это сакрализуется. Конечно, запретный плод спадок это все. Зачем сакрализовывать? Совершенно с вами согласен. Наоборот, все пусть участвуют в дебатах, все пусть рассказывают про свои программы, все пусть дают обещания. И желательно, чтобы потом эти обещания после выборов хотя бы отчасти выполнялись. Поэтому я очень позитивно отнеслась с самого начала к участию и Ксении, и других кандидатов. Что касается детей, знаете, вы, наверное, понимаете, что дети же не особо вдумываются, наверное, как мне кажется, в уровень ответственности, те, которые голосуют кандидаты. Просто видите, молодая, новое лицо, прикольная, зажигая. Конечно, они выросли вместе с ней, они выросли вместе в виде картинки ВКонтакте, они выросли вместе на Инстаграме, они выросли вместе на каких-то других соцсетях, программах, телевизионном продукте и так далее. Что касается вообще интересной части, вторая часть вопроса конверсии, количества подписчиков в политический капитал, скажу. Смотрите, вот я сейчас наблюдаю, это очень интересно, то, что людям кажется, что чем больше подписчиков, тем больше лояльности аудитории. Это не так, потому что важна на самом деле вовлеченность. У вас, может быть, тогда вот в этой логике Ольга Бузова должна быть главным кандидатом. Абсолютно. И Ким Кардашьян должна баллотироваться на следующих выборах президента Соединенных Штатов Америки. Знаете, говоря про Питер и телевидение, удивительная вещь, я не так давно беседовал с сенатором Нарусовой. И она проговорила вещь, которая, казалось бы, на поверхности, но я об этом не задумался, что вся правящая элита, ну, если мы берем самый верхний этаж нынешний российский... Скорее правящий класс. Ну, даже класс, а вот... Насчет элиты я обратил все-таки в короче. Ну, ключевые персоны. Вот, да, вот. Это все воспитанники ее мужа, это все ученики Собчака. Удивительно это дело, что, как бы, про Собчака, ну, в целом, скажем, ну, не помню. Сейчас фамилия Собчак ассоциируется, конечно, с Ксенией Анатольевной, в большей степени, его дочерью. Ксюша, имеете? Ну, для вас, Ксюша, да. Как вы считаете, это осознанно о нем не говорят, о Собчаке много? Или просто это вот такой ход времени и... Ну, я бы начал с того, что оценка правильно поставлена. Я, кстати, тоже с Анатолием Александровичем работал. Как раз Питерское управление сначала КГБ, потом ФБ, МВВД, МВД. Представляете, вот, за год все это было при мне. Я работал с Анатолием Александровичем. Надо дать ему должное. Я думаю, это две причины, на самом деле. Первое. Собчак был чрезвычайно яркой, интересной и нестандартной фигурой. Жаль, что мы его юбилей отметили традиционно. Я бы, конечно, отметил в университете с юристами, поговорил бы о праве, Конституции, к чему он стремился, что он хотел. Вот тогда бы мы его знали по-другому. Ну что, подошли к памятнику, сказали 3-4 слова. Ну, ладно, не будем говорить. Вот, Собчак был ярким человеком, и к нему тянулись люди. С ним было интересно. Я ведь, когда с Владимиром Владимировичем еще познакомился тогда в Ленинграде, он мне, собственно, и говорил о том, что это был один из блестящих... К нему бегали на лекции. Это же был блестящий оратор, интересный человек. А помните съезд народных депутатов? Плестящий пиджак, его выступление, и постоянно к нему вопрос Михаила Сергеевича, тоже юрист, кстати, правда, заоченька. Вот, это первое. И второе, Собчаку надо должен, он интуитивно, почти, ну, интуитивно, конечно, в первую очередь, как-то чувствовал людей, он их мог подбирать. Они все разные же, вот, кого вы сейчас назвали элитой, абсолютно разные. Мне кажется, очень разные. И в то же время он сумел их собрать вместе в команду. Вот, я скажу совершенно откровенно, как бы кто к нему не относился из нынешних ленинградцев в Москве, вот тогда Анатолий Александрович была единая команда. В очень тяжелое время, ни Союза, ни России. 91-92 год, тяжелей, что вот Андрей Константинов в бандитском Петербурге все написал честно, фамилию только поменял. Вот, представьте себе, да, историю. А что касается сегодняшнего дня, ну, понимаете, Собчак для многих ассоциируется с тем термином, который я вообще-то вообще не приемлю, лихие времена, ничего не могли, дама в тюрбане. Как-то не хочется, видимо, уже приближаться к нему, а вдруг на рейтинг повлияет. Надеюсь, Владимира Путина это не касается. Анатолий Александрович